Обвиняемого в убийстве бизнес-леди из Петербурга. Сегодня днём привезли в наручниках во Всеволожский суд. Оттуда Виталий Пригунов, ему 47 лет. В автозаке отправился в камеру следственного изолятора. Пока на два месяца. Оперативники уголовного розыска задержали личного водителя убитой предпринимательницы в минувшую субботу. Он тут же написал явку с повинной и показал место, где спрятал тело своей начальницы. О ссоре с женщиной и жестокой расправе рассказывал в мельчайших деталях. Я вышел покурить, румяне тоже вышло на улицу. Я обошел ее со спины, сначала так ее рукой заплатил сзади. Уронил. Потом я подошел к машине, открыл багажник. Увидел проволоку. Обвиняемый, находясь в автомобиле совместно с 51-летней женщиной в районе поселка Вьюн Всеволожского района Ленинградской области в ходе ссоры на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений взял находящуюся у него в автомобиле проволоку и задушил потерпевшую. С целью сокрытия следов преступления обвиняемый спрятал тело в лесном массиве. Все это случилось в ночь на 28 августа. А через день в полицию позвонил брат петербурженки и рассказал, что ему пришло сообщение с неизвестного номера. Текст гласил, что его сестру похитили и освободят только за 10 миллионов рублей. Убитая была учредителем и директором компании, которая занималась строительно-ремонтными работами. Бизнес шел неплохо, а вот с подбором кадров предпринимательница, похоже, просчиталась. Иначе сложно объяснить, почему она взяла в личной водители человека с целым букетом судимостей. Обвиняемый, правда, уверяет, что убил не ради выкупа, а исключительно из-за ссоры, а тело спрятал так, чтобы не видно было с дороги. Потом пошел посмотрел, увидел, торчат кроссовки. Я кроссовки снял, вложил в багажник. Наломал еще веток и запитал ветками. За убийство работодательницы мужчине грозит до 15 лет строгого режима. Это в том случае, если следствие не предъявит дополнительное обвинение.